Добрый день, дорогие друзья! Вот и кончилось лето, начался учебный год, у нас начался новый сезон, поскольку мы студенческий канал, и первый гость, которого мы решили пригласить сегодня в студию, гость, которого вы уже знаете, Валерия Александровна Степашкина. Здравствуйте, Валерия Александровна. И для тех, кто, может быть, забыл, я напомню, что Валерия Александровна преподаватель и доцент Казанского федерального университета, кандидат психологических наук и работает, трудится в Институте психологии и образования. Валерия Александровна, мы сегодня с вами будем обсуждать тему, сейчас я ее озвучу. Итак, зрители более старшего поколения уверенно помнят, что при составлении характеристики на того или иного сотрудника или работника, использовали такую фразу, критики относятся адекватно, принимают правильно, исправляют, например, ошибки, или критику воспринимают негативно, никаких изменений не происходит. Вот первый вариант давал путевку в жизнь, а второй запросто мог ее и забрать. Ну, как вы поняли, сегодня мы говорим о критике. Точнее говоря, почему это так больно, как сделать так, чтобы критика была воспринимаемой, или как сделать так, чтобы мы легче ее принимали, и надо ли ее принимать вообще. И что может быть полезного в критике? Вот эти все вопросы мы сегодня обсудим с Валерией Александровной. Итак, действительно, критика такая вещь критичная, как бы это смешно ни звучало. Бывает горькая, бывает неуместная, бывает болезненная. С самого начала, вот с точки зрения самого начала, да, вот есть две стороны, критикующий и критикуемый. Давайте пока вот с точки зрения критикуемого, да, то есть человек, который получает эту критику в данный момент. Что происходит, что такое критика вот в этом, допустим, я, человек, который сейчас получает критику. Вот что я, почему мне больно, почему я так себя плохо чувствую, почему у меня агрессия, почему у меня защитные механизмы восстают? Вне зависимости от того, критикующий ли вы или критикуемый ли вы, обратимся к тому, что критика в принципе, ну, в целом, да, подразумевает оценку. Вообще критика и критичность – это полезный способ, скажем так, осмысливать и понимать реальность и все, что происходит вокруг. То есть мы начнем вот с этого. Для того, чтобы понять, что происходит вокруг, нам нужно воспринять все, осмыслить это, как-то к этому отнестись. И в зависимости от того, как мы к этому относимся, мы, соответственно, действуем. И все это нам нужно по большому счету для адаптации, для того, чтобы быть гибкими, приспосабливаться, понимать, как себя вести и так далее. То есть изначально критика как оценка имеет положительные корни и основания. То есть зависит все ровно от того, как производится критика и как мы ее, собственно, воспринимаем. То есть вы сейчас про критичность мышления субъекта говорите, правильно? И про критичность мышления, и про то, что, в принципе, сама по себе критика, вот само это слово, термин, он на самом деле не имеет под собой изначально негативной такой коннотации. То есть в силу того, что то, как критикуют и то, как воспринимают критику, меняется в общественном представлении отношение к критике. Пример такой, да, самый простой. Человек занимается каким-то делом профессиональным, танцует, балетные партии исполняет. И, соответственно, когда приходит человек, понимающий, знающий в том, как нужно, как может быть, оценивает работу человека, который танцует. И в этом, по своей сути, по своему содержанию, ничего плохого нет. То есть в оценке как таковой ничего плохого нет. Вопрос в том, как оценивают и как я воспринимаю то, как меня оценивают. Вот. Теперь по поводу критикуемого. Дело в том, что очень часто мы не совсем верно с детства учимся, и нам объясняют с детства, как слышать критику. То есть как распознавать, что относится к негативной стороне, а что относится к позитивной стороне. Психологи считают, да, как британские ученые, психологи вообще считают, что критиковать можно только действия, поступки и то, как человек выполняет ту или иную работу, действия. Ну вот все в таком роде. И ни при каких обстоятельствах мы, по большому счету, не имеем права оценивать личность человека, говорить там, хороший он или плохой, красивый он или некрасивый. Потому что это крайне субъективные такие характеристики в восприятии, в интерпретации. Поэтому для того, чтобы воспринимать критику, ей нужно учиться слышать, вот как это. И когда тебе, например, говорят, ты сделал не совсем верно что-то, и тебе объясняют, что конкретно в твоем поступке, в твоем действии выполнено не совсем верно, то это другой вариант критики. И тогда, в общем-то, когда человек на это бурно реагирует, тогда возникает очень много вопросов. Почему? Какой был опыт? Действительно ли ребенка научили воспринимать оценку? Потому что безоценочно, ну, будем честными, мы не можем жить, мы все равно оцениваем работу, результат, действие, поведение. То есть есть определенные какие-то нормы, правила, без которых мы, в принципе, не можем. И вот оценка, она как раз позволяет нам понимать, например, границы собственного поведения, свои способности и так далее. Но это никак не должно касаться личностей. И, соответственно, нас должны, по идее, учить с детства. Вот уметь разделять, когда критикуют тебя как человека, и то, что ты какой-то, или то, что ты делаешь как-то. Вот какой-то и как-то. Вот когда тебе говорят как-то, и тебе точно объясняют, почему фактически, исходя из той реальности, в которой ты находишься, что ты делаешь, не совсем верно, то это другой вариант критики, который, в общем-то, можно воспринимать. Мы же вот, ну, например, я работаю со студентами, я все время нахожусь в позиции критика. Ну, получается, я же как-то оцениваю работу, которую выполняют студенты, ну, практически какие-то задания и так далее. Соответственно, если я говорю о том, что, например, не соответствуют там вот требованиям, вот здесь требование такое, а человек, ну, даже самый простой, шрифт не тот выбирает, да, ну, не согласно какому-то стандарту. И вдруг человек начинает бурно реагировать на это. Я же ведь это говорю не в контексте личности. Я говорю в контексте работы. Я вижу, что в работе, ну, что-то сделано не совсем так. В контексте личности, если я правильно понимаю, для примера, это звучало бы там, ты что, слепой, ты что, не видишь, каким шрифтом, да, ты делаешь или что-то такое. А в контексте позитивной, структурированной, да, критики говорят, требования такие-то, вот эти требования. То есть получается только факты без эмоций. Ну, да, то есть и без эмоций, и вот как раз без отношения к человеку. Ну, там, ты слепой, ты глупый, ты какой-то еще там и так далее. То есть вот этот важный момент. Потом в этом как раз понимание, что здесь оценивают не меня, а то, как я выполняю какое-то действие. И действительно ли я выполнила это точно в соответствии или не точно. То есть я начинаю видеть как раз вот те ошибки, которые я могу как-то исправить. И по большому счету это не должно вызывать ни чувство вины, ни агрессии, ни какого-то негативного отношения. Но когда, опять-таки, про детский опыт, ребенку с детства всегда говорят, что ты самый лучший, чтобы ты не сделал, ты самый прекрасный. То есть тоже оценка, по сути, это тоже критика, только она имеет очень относящуюся к личности, и она имеет такой вот абсолютизированный характер. То есть ты всегда все прекрасно делаешь и так далее. То есть ребенок усваивает, что бы я ни сделал, хорошо я это сделал или не совсем хорошо. То есть он всегда думает, что он молодец. Что он вне поля критики вообще, по умолчанию. Да, и это такая немножко нарциссическая позиция, когда тебе говорят, ну вот ты сделал не совсем верно, то есть и совершил какую-то вот ошибку в рамках просто даже работы какой-то, которая может повлечь за собой не очень положительные последствия. А человек, сравнивая оценку работы и представление, которое сформировалось с детства о себе, что я-то вообще-то всегда лучший, у него возникает сильный такой разрыв между, да, и у него возникают, собственно говоря, вот эти эмоции излишние, что, а как это так, я же ведь всегда, да, самый лучший, самый замечательный. Вообще это на самом деле одна из проблем воспитания детей, особенно, то есть две крайности. Одна крайность была в том, что очень много критиковали личности, те говорят, что ты там неумеха, ты там слепой, ничего не видишь, ничего не делаешь. У тебя с какого места руки растут и так далее, вариант в море. Да, и с другой стороны, когда наоборот, такая тенденция есть, что детям говорят, что они всегда во всем правы, всегда лучшие, всегда самые-самые-самые. Безусловно, человек сам по себе уникален, каждый индивидуален и так далее, но это не значит, что он всегда все выполняет правильно. Это в принципе невозможно. Невозможно, да. А вот эта вот нарциссическая как раз позиция, что я лучше, и мне так говорили, что я самый прекрасный, самый умный, самый... Вот это мешает человеку действительно в нормальном контексте оценивать то, как он себя проявляет, что он делает. Ну, снижена очень критичность мышления как таковая. Да, да, да. Я правильно поняла, что мы сейчас говорим о том, что существует две полярности, да? Допустим, нашу передачу дети не смотрят, смотрят взрослые, которые уже выросли в определенной семье и уже определенного опыта набрались. И в этом опыте либо один полюс с суперзахваленностью, либо второй полюс с зажатостью, с забитостью, с бесконечной критикой и так далее. И вот из этих полюсов, полюсов, не знаю, как правильно, во взрослом состоянии столкновение с критикой приносит очень много деструктивных эмоций, деструктивных состояний, которые мешают жить. И получается, из этих полюсов каждый из своего может выдвигаться в середину куда-то какой-то приемлемой нормы для себя. Вот тот, человек, который вырос захваленным, как есть какая возможность пробудить в себе вот это критичное смышление, увидеть, что, может быть, не так все хорошо в датском королевстве, не так уж все идеально во мне, как мне говорили мои любимые родители. Но это через боль, через психотерапию или что-то еще? Ну, это в том числе. Ну, вообще, конечно, в обыденной жизни можно обратить внимание на то, что каждый раз, когда есть какая-то оценка, извини, любая, сейчас не подразделяем на то, хорошая она, там, конструктивная или нет, если очень часто это мешает отношениям, конфликтность возникает, тебе мешает это адаптироваться, ты не можешь найти, например, точек сопрокисновения с людьми, и это частая история. То есть ты обращаешь на это внимание, и если возникает вообще такой вопрос, а почему у меня нет друзей, коллег, с которыми я могу, да, адекватно общаться, то есть почему я даже не достигаю каких-то успехов, ведь я такой замечательный, то это вот звоночек к тому, чтобы сесть, например, где-то и проанализировать, а как я вообще реагирую и что происходило. Признаться себе, то есть это вопрос, да, принятия такого решения, подумать о том, почему я так реагирую, почему у меня возникает, если это вообще у человека задумывается, то есть если он обращает на это внимание, если он внимания не обращает на это и продолжает думать, что вот он такой замечательный и вообще лучше всех, и вот все обижают вокруг, то тут, понимаете, как бы мы не сможем... Ничего не сможем. Не сможем, да. Но если возникает вот этот вот индикатор, что ты обращаешь внимание, что почему-то что-то не то, почему-то я не достигаю, почему-то вот мое отношение к себе и то, что я имею в общении, в статусе, в результативности своей, сильный такой диссонанс, и мне как-то некомфортно. Вот можно, например, начать с того, чтобы подумать, а как я вообще критику воспринимаю, а как это все происходило, почему я вот в этом... Вот именно про себя. Не про мотивы критикующих, там, это другая немножко сторона, а вот как я с этим себя чувствую. Немножко пробудить критика внутри себя. Да. Получается, что мы говорим о критике, да, это такое, ну, общее понятие, она бывает внешнее, а бывает еще внутреннее. И вот в этой ситуации нужно его именно пробудить. Если в ситуации, когда человек забит критикой сравнениями с детства, то ее нужно, наоборот, подгашивать немножко, да, своего родителя внутреннего, критика внутреннего, немножечко так гасить, да, то здесь нужно его растить, получается, да, для того, чтобы... Ну да, если в том случае, конечно, если у человека вообще появилось желание что-то изменить, что это идет не так, потому что можно и всю жизнь. Как Черниговская говорит, что у нас... Я, говорит, вас хочу огорчить, но... И, наверное, очень сильно огорчу, но большинство людей проживают жизнь в неосознанном состоянии. Это вот как раз, наверное, из этой серии. Да, к сожалению, это так, что вот этот момент понимания себя, анализа себя, рефлексии или рефлексии, кому тоже как больше нравится, вот этот момент, когда мы про себя-то на самом деле оценочно, в нормальном смысле этого слова не думаем, да, то это доставляет очень много проблем. С другой стороны, вот как раз обратная, да, история, очень много критики внутренней. Тоже, по сути, индикатором является то, что ты, например, не завершаешь дела. Так, с этого места поподробнее. Если очень-очень много критики, ты переделываешь, пытаешься становиться лучше, 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 а результат тоже не даешь. Вот крайнее проявление критичности извне, внутренней подверженности этому может сказаться таким образом, что вот у перфекционистов такая история есть. Я буду переделывать, чтобы было лучше, лучше, потому что я уже вроде соответствую требованиям, но можно еще бесконечно, вот, как говорится, в бложках ковыряться, постоянно пытаться все улучшить, 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 потому что я не совсем вот достигаю тех идеалов. И получается, что человек, например, просто не сдает вовремя работу. Казалось бы. Все, да, улучшу, еще сделаю. И сделаю вот настолько прекрасно, что может быть когда-нибудь, а внутренняя критичность такая высокая. И причем удивительная история, что как раз эти люди с сильным внутренним критиком, которые оценивают как раз себя, как умных, неумных, плохих, хороших и так далее, очень много. Они как раз-таки чаще всего ходят на тренинги личностного роста, они бесконечно занимаются саморазвитием, они все время находятся в чувстве вины, с усиленным чувством долга, обязательств чрезмерных, то есть там, где это даже не нужно. Они начинают вот, ну, скажем так, все больше и больше погружаться и тратить время, энергию не на то, чтобы сделать дело, завершить и дальше спокойно приступать к следующему. На переживания тратят. Да, очень много переживаний, очень много переделываний, очень много попыток и отказов, кстати, от того, чтобы взяться за какую-то деятельность. Элементарно даже человек с таким внутренним критиком может отказывать себе в том, чтобы, ну, просто на вечеринку сходить, потому что недостаточно идеально лежит волос сегодня. То есть человек отказывает себе даже в простых удовольствиях, потому что оценка внутренняя, она чрезмерная, конечно. И есть ли взаимосвязь между тем, что вот человек, который на этом полюсе, да, вот так вот остро принимает свою собственную критику, и как он будет принимать внешнюю критику? Точно так же остро? Остро? Ну, здесь вот какой момент. Или все-таки конструктивно? Остро будет воспринимать, но если, например, человек с завышенным самомнением, он будет скорее злиться и вообще обесценивать критикующего, то человек, у которого самомнение вот низкое и критики очень много внутренней, то скорее там будет не агрессия, там будет очень много тревоги, беспокойства. И человек может и плакать, и очень сильно быть фрустрирован. И здесь как раз вот такое подавление будет еще больше, еще больше нарастать внутренней критики, еще больше такого самобичевания внутреннего и так далее. Можно ли тогда сказать, что вот, допустим, люди, у которых вот такой внутренний критик очень мощный, что им вообще следует, ну, как бы по возможности избегать ситуации внешней критики? Если бы все было так просто, если бы могли избегать... Избегание в любом случае, в любом случае, избегание это... Уход от проблемы. Уход, да, от проблемы. Здесь скорее опять-таки про осознанность и про возможность учиться слышать и останавливать себя в момент, когда вот ты чувствуешь, что накрывать начинает вот эта вот внутренняя требовательность, критичность такая, остановиться и прямо задуматься. Вообще сейчас что происходит, почему критикуют, кто критикует, в связи с чем критикуют. Прямо остановиться и задуматься, насколько это для тебя конструктивно, что ты получишь от этого. То есть мы здесь говорим в сформированном, опять-таки, неправильном паттерне поведения, да, с точки зрения, вот, допустим, поведенческой терапии, его нужно разбивать и прямо вот пошагово перестраивать свое реагирование на... при взаимодействии с критикой. И здесь, наверное, можно прямо какие-то рекомендательные вещи сказать, да, ну, для тех людей, которых есть желание наладить правильное отношение к критике, да, различать ее, понимать себя, понимать свои действия, понимать, какую пользу можно из этого извлечь, да. Первое что? Самое первое. Вот человек все, он, ага, началось, вот как вы говорите, накатило. Что? Вот какой-то маркер нужно ставить, да, или что? Ну, тут, знаете, есть такой нюанс. В психотерапии, особенно вот как раз когнитивно-поведенческой, там, новой волны, есть такие понятия, что есть критика внутренняя, которая характеризуется как, например, карающий критик, который просто внутренне прям оскорбляет, уничтожает. Уничтожает. Здесь однозначным является это не про избегание. Здесь однозначным является, во-первых, понимание, что этот критик внутри существует. Как правило, это опыт взаимодействия с очень грубым отношением жестоким в детстве, когда это вот слышится, когда это вот в контексте проживается непосредственно. Да, в семье, может быть, школы, ну, то есть там, где есть значимые взрослые. И тогда это прям вот отслеживается, и ты прям действительно как аффирмацию говоришь себе, что нет, это не имеет ко мне никакого отношения. То есть я не дурак, я не идиот. Ну, все грубые, я могу еще... это не про меня самое главное. Или объясни, там... Например, или говорили, что ты должен много всего, всегда соответствовать каким-то... И что ты все время не дотягиваешь. Для этого, как ни странно, существует тоже очень простая такая история, про... начинать с которой. Прямо написать себе, хоть на плакате, хоть записать себе аудиосообщение, или попросить даже тех, кто близкий, чтобы сказали, и ты записал, что в тебе прекрасного, замечательного, что в тебе люди любят, чего ты достиг действительно. То есть осознать, увидеть, услышать и признаться себе в том, что ты действительно в общем-то хорош, уникален, индивидуален, и ты много чего можешь, способен и делаешь. То есть это можно записать, это можно записать аудио, это можно, например, даже просто начать делать что-то для себя, купить себе прежде всего, а не другим какие-то подарки, позаботиться сегодня о себе, то есть, например, научиться ставить свое я, прежде чем ты будешь думать о других. То есть вот мое я в нормальном смысле, не там какой-то крайний эгоизм. Я сделаю себе хорошо, и тогда будет другим хорошо. Это можно прописать. У меня есть опыт работы со взрослой девушкой, ну, достаточно долго, да, она консультировалась. У нее очень хорошая привычка, она записывает все. То есть она не ведет дневники, это не про мудрствование, она прям записывает все, что она сделала, что ей нужно сделать действительно, что она себе, ну, вот, там, позволила, как она к себе отнеслась, где, то есть она все время записывает. И это удивительная вещь, что, когда это происходит постоянно, то, условно говоря, мозг начинает работать на то, что он планирует, он распределяет время, он оценивает, то есть как бы тренировка музыка происходит в этом случае. нейронные, да, связи такие формируются, ты себе как бы каждый день пишешь, что ты сделал, ты видишь это, ты это анализируешь и дальше, и дальше, и дальше. То есть она даже вот прям без всяких лишних кратких какие-то вот факты. Это очень полезные какие-то моменты, чтобы открыть, посмотреть, о, я сегодня и вот это сделал, и в детский сад отвел, и в школу детей отвел, и, значит, поучился, и прочитал, и походил, и побегал, и так посмотришь, думаешь, ой, а я, оказывается, много всего делаю, и я, в общем-то, молодец. Молодец, да, то есть такая вот важная история. Ну, начинается с этого, но если там настолько, что человек прям вообще не может выйти из этого состояния, то, конечно, это нужна профессиональная помощь, и с этим тоже надо работать и так далее, и так далее. Ну, это важно. Возвращаемся, вот два шага, сказали, человек находится вот в состоянии, вот прямо здесь и сейчас, в состоянии критикую, в положении критикуемого, и вот накрывает, он вспомнил вот этот шаг, допустим, сделал, вот этот шаг вспомнил, дальше, наверное, я бы, например, посмотрела, кто меня критикует, да, если, допустим, этот человек экспертного уровня для меня, в моей жизни, в моей конструкции, то я бы ушки так навострила и бы послушала внимательно, что человек хочет сказать мне, да, вот это тоже нужный момент, или здесь понятие экспертности можно пропускать? Ну, почему эксперты важны? скажем так, на моем опыте, вообще, вот просто личный опыт, я могу сказать так, есть люди, которые экспертные в каких-то областях, но выражают они критику, действительно, крайне нелицеприятием, прям даже вот позволяют себе нарушать там личностные границы, то есть позволяют себе какие-то определения и так далее, и один раз столкнувшись с этим в свой адрес, или я вижу это со стороны, я просто для себя, опять-таки, принимаю решение, что как бы прекрасен человек не был в своей там области, сфере и так далее, я понимаю, что, ну, вряд ли я как-то буду менять свое поведение, действие, исходя из того, что меня прям оценивают как человека, как, там, я не знаю, как личность и так далее, но есть эксперты, которые действительно говорят о том, что нужно сделать, как это сделать лучше, есть вообще еще золотое правило, прежде чем что-то оценить, сначала похвали, то есть когда человек, например, скажет, что, опять-таки, не оценивая ваша личность, у вас очень интересная задумка, или подача интересная, да, подача интересная, хотелось бы, ну, отметить, что, может быть, стоило бы, то есть как предложение, как рекомендацию, не тебе надо, а может быть, стоило бы, а не так, что, ну, и кто вы, что вы, как вас звать, что вы тут пришли, тут что-то рассказываете, и неинтересно это, то есть это два разных, вот, эксперт может быть и тот, и другой, и тот, и другой, например, занимается, там, прекрасной психологией, но один это тебе даст, как пищу для размышления, а другого... А второй может уронить тебя в свою... То есть и как-то думаешь, нет, спасибо, мне, как бы, я лучше с экспертами другими как-то по взаимодействию, ну, то есть это действительно так, сказать, что я злюсь, или там, например, тревожусь, я не могу, может быть, неприятно, когда в первый раз ты сталкиваешься с этим, то есть тебя, для тебя это может быть неожиданностью, но тогда это опыт, ты понимаешь, что вот есть определенные категории критики, которые для меня неприемлемы, я не готов, не потому что я хорош, или лучше, или там, а просто это вот, как говорится, за гранью добра и зла, поэтому лучше, тут в этом смысле экспертность имеет значение, но все равно, прежде всего, как человек преподносит эту информацию, ну, и потом, критикующие вот такие эксперты, как правило, репутационно, люди, которым не так часто обращаются, еще один момент, вот мы сейчас с вами говорили условно о ситуации, в которой, ну, критика была ожидаема, да, а бывают ситуации, когда критика непрошенная, ну, то есть тот самый непрошенный критик, который на самом деле, ну, когда там начинают разбираться, да я же лучше хотел, я же хотел как лучше, вот это причинение добра, то самое знаменитое, да, вот на непрошенного критика, когда человек вообще не ждал, удар из спины, что называется, как здесь быть, чтобы не испортить с человеком критикующим, который в своем представлении не делает ничего плохого, хочет только хорошего, но идет, как слон в посудной лавке, все круша на своем пути. Ну, здесь я могу сказать так, собрать волю в кулак, может быть, даже сказать спасибо, но не пытаться переубедить, потому что, если критикующий использует такие стратегии поведения, то, ну, это может быть как раз вариант, что человек очень хочет, чтобы вы вступили в дискуссии, в полемики, и вот в этом огне конфликта оказаться, то есть, это может быть там, манипуляция, провокация, провокация, манипуляция, желание самому выпустить пар таким образом, возможно, это правда, там, почувствовать себя более значимым, когда критикующий выдает какие-то такие неприятные высказывания, но прям постараться максимально в момент сдержать себя, не проявлять вот этих вот излишних эмоций, даже, может быть, сказать спасибо, буду иметь в виду, и даже сделать выводы о том, что вот контакт, например, вот с этим человеком мне не очень комфортен, и поэтому в ситуациях максимально, где я могу не сталкиваться с данным человеком в контексте именно оценки, то есть, свести к минимуму, не то, чтобы прям избегать, ну, то есть, вы поменять отношения. Это уже не избегание, это осознанный уход от токсичного контакта. Да, да, да. То есть, если ты знаешь, что этот человек вот может такое сделать, и мы не имеем цели его переделать, естественно, да, то сами более мудро уходим в сторону. Я сейчас поймала очень хороший лайфхак от вас, может быть, как инсайт даже несколько. Вот если мы говорим, когда кого-то критикуем, да, ну, вынуждены, допустим, сначала похвали, потом критикуй, так точно так же можно и в ответ. Допустим, мне необходимо как-то ответить, да, мне нужно восстановить статус-кво. Я же тоже могу сказать, как вы правильно сказали, спасибо, мне помогла ваша, допустим, тат-тат-тат-тата, ну, я пойду другим путем или там еще что-то такое. То есть, да, то есть вроде как и овцы целы, и овцы целы, и волки сыты в этой ситуации, да, так можно делать? Ну, вполне, вполне, ну, вообще, опять-таки, про критику это хорошо очень, такая есть интересная штука, когда, если человек очень критикует, например, или очень много высказывается негативно, это надо учиться, конечно, можно сказать, есть ли что-то еще, чтобы вы хотели сказать, что я делаю не так? ну, то есть, без, конечно, без попытки, там, сарказма и так далее, а вот прям спокойно себя остановить, дать человеку высказаться. То есть, критика тоже в этом смысле, ну, не бесконечна. Я сейчас говорю не о тех случаях, когда это абьюзивная какая-то история, там, семейные, да, отношения, а вот, ну, просто извне кто-то. То есть, если что-то, что искать, да, я понимаю, вот в сервисе, почему я хотела сказать про критику, в сервисе, например, если вы приходите в ресторан, в хороший, там, где вас обслуживают и что-то пошло не так, и вы критикуете, когда вам говорят, да, да, вы правы, на это уже, ну, нечего ответить. То есть, когда, и это очень сильно успокаивает критику, текущего, то есть, это немножко гасит его попытки, потому что, если дальше он продолжит в таком духе критиковать и так далее, он будет выглядеть, ну, довольно, ну, как бы глупо, назовем это так, то есть, тебе же сказали, ты прав, все хорошо, я, то есть, и дальше, если ты продолжаешь, то есть, я понял, да, все понятно, то есть, это такой принцип немножко восточный соглашаться и принимать, это не про то, что мы разрешаем, там, с собой как-то негативно обращаться, но если действительно человек переходит границы, ну, настолько можно не крича, не ругаясь, прям, даже и остановить, это тоже стратегия, я не просила, я не хочу слышать никаких комментариев относительно своей личности, ну, то есть, такие случаи бывают, когда, ну, прям, действительно, за рамки, но я не могу сказать, что это очень частая история, опять-таки вопрос, почему, если вас критикуют, вы часто вот попадаете в ситуацию критики, об этом тоже стоит задуматься, почему вы чаще, чем другие, например, попадаете в ситуацию критикуемого человека, да, среди множеств коллег, это часто, кстати, вопрос задается, почему я, я что, козел отпущения, я что хуже всех, вот этот вопрос очень часто звучит, да. Ну, потому что часто человек делает все для того, чтобы его психологически пнули. Бессознательно делает это. Бессознательно, да, я просто стараюсь, ну, я люблю очень тему бессознательного, но у нас как-то дискредитирует немножко эту тематику в... Ну, хорошо, неосознанно, неосознанно, не понимая. что вот говорят, что бессознательно это вот как-то вот как-то не модно нынче так вот говорить, что есть другие. Ну, бессознательно, неосознанный человек на самом деле встает в позицию, в которой говорит, ну, пни меня. Я сейчас пример приведу. то есть делает, например, какую-то ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой, когда одно и то же, то есть, как бы игнорируя то, что тебе один раз сказали. И когда там на четвертый раз, ну, мы все люди, какой там сотрудник, коллега делает ошибку, ты невольно скажешь, ну, сколько можно-то? Тебе же говорили, надо вот переделать. И тогда человек обижается, говорит, вот меня критикуют. Я бедный, несчастный, вот и так далее. Это такая позиция. Манипуляция скрытая. Да. Позиция, да, манипулировать по-другому. И тогда человек может получать какие-то вторичные выгоды. Например, тебе начинают относиться несерьезно. А раз к тебе относятся несерьезно, то и требований к тебе к тебе будет меньше. Можно воздух пинать. Да. Ну, там много нюансов. Это сам такой простой, да, такой линейный, линейный пример, что, ну, пони меня и еще разок. Ну, такая позиция, можно сказать, неудачника, жертвы, манипулятора. И ты от этого имеешь очень много каких-то выгод. Плюшек, как сейчас говорят, психологических. И вот это как раз избегание делать сразу. И вот опять-таки, когда ты просто делаешь работу быстро, хорошо, сразу сел, сделал, отдал, и у тебя как бы вот, у тебя получилось, и ты чувствуешь себя хорошо. И не надо ни с кем вот вступать ни в какие манипулятивные отношения. Ну, нас по-другому учат. мы можем видеть такие модели поведения вообще в окружении. На протяжении всей жизни ты считываешь это, ты этим заражаешься, что вот ну, критикуйте меня, критикуйте. Вот. И потом в этом есть какая-то, какой-то даже доля высокомерия. Ты начинаешь оправдываться, видеть в себе жертву и так далее. Тебя все жалеют. И ты думаешь, вот какой я все-таки внутренний, хороший. Там много разных оттенков может присутствовать в том, как человек попадает все время в критику, все время критикует. Сдают все время на те же самые грабли. Вот интересную фразу вы сказали по поводу не оправдываться. Вот это ведь очень важный момент, да? Потому что, когда тебя критикуют, вот я сейчас свои прошлые ситуации, допустим, вспоминаю, любой кейс, много кейсов на эту тему. Когда начинается критика, люди начинают оправдываться. Это ведь не надо этого делать. Это совершенно бесперспективный путь решения, решения ситуации или выхода из этой ситуации. То, чего делать не надо. Не надо оправдываться. Не надо оправдываться, да. Объяснять, почему, мотивы, в связи с чем ты так сделал и так далее. То есть это... Это никому не интересно, в первую очередь. Во-вторых, это понижает, ну, восприятие того человека, который на тебя, ну, условно говоря, наезжает с критикой, это еще больше понижает твои твои позиции. Тут обозначить такой момент. Если тебя действительно критикуют в контексте нормальной, вот конструктивной оценки того, что ты делаешь, оправдание, ну, оно тут бессмысленно. Ты просто говоришь, да, я понимаю, что мне нужно это сделать по-другому, и ты просто это делаешь по-другому, ну, или не делаешь. Либо, если критика подразумевает под собой анализ, то критикующий спросит, какие причины может такое быть. Тогда это уже не оправдание, а объяснение причин. Да, может быть такое. Ну, в принципе, то есть тебе как бы объясняют, что, и ты с этим как-то дальше действуешь, да, если тебя спросили, что-то не так, что-то случилось. Опять-таки, это ведь здоровая критика, например, человек не выполняет какую-то работу, и вы видите, что он пришел на работу заплакан, а у него там что-то случилось, да, как ты естественным образом, как нормальный, здоровый человек, ты спросишь, тебе хочется, как говорится, немножко соприкоснуться с тем, что происходит с человеком, но оправдываться, когда тебя критикуют с позиции унизить или как-то сделать неприятно или задеть и так далее, оправдания тем более бесполезны, потому что обычно на это еще больше критики ты получишь, и она будет опять-таки неконструктивная, поэтому оправдываться... То есть, получается, тебя начали критиковать, ты палец даешь, потом руку даешь, ее все съедают, то есть еще больше. Да, очень хороший метафор сравнения с рукой, да? Образ. Так, хорошо. Представить себе идеальный мир, в котором не существуют критики, невозможно. И вот в контексте нашей передачи получается, что мы все-таки даем хоть какие-то рекомендации того, как начинать с этим жить, осознавать эту ситуацию, если она есть, если есть хоть какая-то часть осознания, продолжать ее осознавать. И мы понимаем, что в принципе это касается любой темы, которую мы обсуждаем в этих передачах. В любом случае никакой магии не произойдет. Но нет, ее не существует. Привыкать по-другому реагировать, привыкать по-другому думать, привыкать внутри себя хвалить, привыкать отделять мнение других людей о себе от себя. Для всего это требуется энергия, безусловно. Так давайте лучше эту энергию свою, энергию психическую тратить на это, чем на переживание того, кто что обо мне сказал и кто что обо мне подумал. С ума сойти можно так, если все время думать о том, кто как меня оценивает, кто ко мне как относится и так далее. Это действительно разрушает. Если у человека, допустим, слабый психический тип, новорожденный, то, соответственно, психик, критика все равно будет пробивать. И все-таки эволюционно выбранная стратегия немножечко избегания в этом случае, немножечко спасения все-таки. Не совсем избегание, а дистанцирование, скажем. Не избегание, а дистанцирование. о чем я говорила, да, понимаете, какая история. Если мы говорим о сензитивном, таком чувствительном человеке, у которого еще в опыте было очень много критики, то многие психологи действительно вам скажут, что тут однозначно, когда по-другому никак прям избегать. Дистанцироваться как угодно. Искать социальной поддержки у тех, кто поддерживает, кто похвалит. То есть выбирать окружение, менять окружение, отслеживать вот эти моменты. За этим действительно придется много и самому следить. Ну, тут тоже спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Дело рук, да. Необходимо это делать. Если вот говорим о том, что такие вот крайне травматичные истории, там, где было очень много вот этих требований критики, то да, там необходимо искать поддержку и потому что этого было слишком много, это будет и ты чувствительный, это будет пробивать. Если мы говорим о том, что ты чувствительный, но в общем-то в твоей жизни было адекватное количество критики и тебя и так поддерживали, то в принципе даже если критика будет неприятной, ты сможешь устоять, да, даже если у тебя слабая нервная система и ты очень чувствительный и так далее. То есть тут очень многое зависит от опыта, который человек переживал. Но вообще максимально позволять себе входить в зону комфорта у нас нас все время учит выходить из зоны комфорта. У нас была передача на эту тему, потому что психолог сказал, вы сначала в нее войдите. да. То есть вот войти в зону комфорта, если для вас это действительно комфортно, это конструктивно, это позволяет вам лучше реализовываться и вам необходимо вот избегать дистанцироваться от общения с деструктивными такими критиканами, то тогда да, тогда это способ, который помогает, ведь все индивидуально. Но в том случае, если вы сильная личность, сильный тип нервной системы, то можно и какие-то вот эти вот применять то, о чем мы с вами сказали, да. То есть вступать в диалог с критиком. Спокойный диалог с критиком, в открытый диалог с критиком. Давайте поговорим о том подробнее, а что еще, как вы сказали, а что еще у вас есть сказать, да. То есть вот такой смелый достаточно, да, такой шаг вперед. То есть все же мы привыкли к тому, что если нас критикуют, то мы как-то либо агрессируем резко, либо просто прячемся. А вот тут спокойный как вариант, Тоже поменять немножко свой привычный стиль поведения И смело глядя критикующему в глаза Но опять-таки здесь такой есть момент Нужно быть тогда прям очень сильно уверенным в том, что ты делаешь В том, что ты... Ну да, я поняла Даешь себе право на ошибку Вот здесь вот этот момент То есть ты понимаешь, что да Твоя работа может быть критически воспринята кем-то Потому что ты можешь ошибиться вот в этом Вот здесь не идеально То есть это тоже из-за того, что человек имеет право на ошибку И дает себе это право Интересный такой вот опыт у меня был недавно Прям приведу пример Параллельно я занималась отправкой двух научных статей Ну вот параллельно Разные темы в разные, соответственно, журналы научные И вот интересная такая про критику Вот две редакторские правки Я просто в одном случае я была обескуражена Когда я получила, например, статью, в которую прям внутри Ну редактор делал, прям изменял формулировки термины и так далее На вашем материале прямо Да-да-да А в другом комментарии были написаны и вопросы отдельно, вне текста То есть я видела, что вот эти пункты вызывают вопросы То есть, в общем-то, ты смотришь и понимаешь, что да, ты сделала там технические ошибки какие-то Еще что-то, еще что-то И когда их исправляют, это нормально То есть я понимаю, что ну да, я сделала ошибку Глаз замыливается Ты понимаешь, что как бы ты не всегда можешь прекрасно там писать и так далее Это нормальные вещи Но меня действительно обескуражило То есть когда вот я увидела вот такую форму И так как это было вот в сравнении Вот разная форма отношения к человеку, когда ты с ним как-то взаимодействуешь Ну понятное дело, что и в том, и в другом случае Я могла, конечно, начать говорить Ох, боже, меня закритиковали и так далее Но я и в том, и в другом случае просто переделала все, что было необходимо Но разное отношение вот Когда тебе дают как отдельные вопросы И это уже твое право делать по-другому или нет И другое, когда это прям вторжение Безапелляционно вторжение в собственное интеллектуальное творчество Ну типа того, да И ты просто как бы видишь, но это обескураживает Я не могу сказать, что у меня там прям слабая нервная система Или что-то, но это действительно обескураживает Пробивает Да, и ты думаешь так Но опять-таки ты отделяешь Ты понимаешь, что это не к тебе как к человеку Ну вот это такой стиль взаимодействия Тебе нужно с этим как-то гибко обращаться И ты адаптируешься к тому, что есть Ты работаешь с тем, что есть Если это тебе необходимо Ну то есть мы не можем Ни сильные, ни слабые, ни чувствительные Не такие, не пробиваем Мы все так или иначе подвержены этому Соответственно у нас у всех бывают нормальные естественные реакции Мы все встречаемся с критикой В том, в отца оценкой В том или ином виде Нормально Вот тебе что важнее? Результат, тогда ты с этим что-то делаешь Тебе важнее сохранить комфорт Ты делаешь комфортно себе Зато потом комфортно становится мне Потому что и никто не поругался И никто, значит, не обиделся И все живут, каждый в своем контексте Но ты получаешь свой результат И ты чувствуешь себя комфортно Но если это действительно слишком То тогда вы можете спокойно Вне зависимости от сильной вы или слабой Вы можете иметь право дистанцироваться И идти в общение с нормальными людьми Которые для вас комфортны Ну, нормальные я сейчас условно, конечно Ну, да, нормальные для моего личного круга Без вот этих токсичностей и так далее Вот Еще тоже важный такой момент Про критику Критика меньше пробивает Когда близкие люди Вот близкий круг Ближний круг Это люди, которые, в общем-то, тебя принимают Это не про перехваливание Но они тебя принимают Воспринимают Ой, прям сказала, хорошо стала В том смысле, что вот это та должна быть сфера В которой тебе комфортно, как говорится, плавать Где вы обсуждаете Где вы анализируете Где тебе помогают Где ты помогаешь То есть там, где есть поддержка И так далее Критики вот внешне и так очень много Все, все друг к другу Вот это прям какая-то тенденция Критикуют, пишут В соцсетях этого очень много Высказывают мнение по поводу всего И поэтому Вот этот момент тоже очень важен Тоже лайфхак Окружайте себя в ближнем, близком окружении Теми значимыми людьми Экспертами, коллегами, друзьями Людьми, с которыми вы постоянно Находитесь в контакте С супругами в том числе Которые имеют способность Возможность адекватно вас оценивать И поддерживать Вот это тоже важный такой момент Деликатность и тактичность Деликатно, да, тактично С юмором С каким-то вот положительным в общем отношением к вам Ну это очень такое ценное сообщество Которое копится как бриллианта На протяжении всей жизни И это только опытным путем происходит Больше никак Да Валерий Александрович, спасибо вам большое Я думаю, что Те, кто послушает Это интервью Эта запись Будут понимать немножечко больше себя И будут понимать немножечко больше О том, что нужно делать Если мы все-таки попадаем в эту ситуацию А попадаем, как мы с вами выяснили, недостаточно часто Очень часто Не бояться Не бояться И самое главное Помнить о том, что не бывает никаких магических ситуаций Не бывает Делаем сами свою жизнь Сами ее исправляем Если нам это нужно Всем хорошего настроения Удачи С вами была передача Фокус на человека В студии работала Наталья Жова С вами был Игорь Наталья Жова